rainbow english учебник 6 класс 1 часть и юнит 3 степ 1 и упражнение номер 7 итак у нас даны ответы какими же были вопросы задание опять же творческая могут быть у нас тут некоторые несколько разных вариантов так что я пишу свои варианты но вы смотрите можете видоизменить их поменять в них информацию на свою ху это кто ответ мой лучший друг ты чтобы могли спросить кто можно вообще спросить кто это а можно спросить а кто это там сейчас поет кто вон то стоит возле окна ну то есть варианта видите очень много ответ в любом случае будет my best friend давайте не знаю что-то в континиусе придумаем who то есть кто who is standing давайте так кто стоит by the window а кто стоит у окна и в ответе my best friend мой лучший друг второй вопрос when когда в ответе yesterday after school вчера после школы что можно придумать когда ты купил этот мяч да к примеру when у нас past simple прошедшие обычное время значит пора ставить did when did you buy купил this ball когда ты купил этот мяч yesterday after school вчера после школы третий вопрос how how это как в ответе very well indeed очень хорошо как бы на самом деле и можно спросить что что можно спросить как ты так чтобы так можно было сделать чтобы ответить очень хорошо как ты сыграл можно спросить как ты сыграл футбол да к примеру или как ты поплавал если насчет девочек вряд ли футбол давайте как как ты поплавал в бассейне how did you play in the swimming pool и в ответе очень хорошо на самом деле хотя странно немножко вопрос ой как ты поиграл в бассейне оу да я бы сейчас вам оставила how did you swim in the swimming pool все как-то поплавал номер четыре whose это чья my cousins означает моей кузины или моего кузина чья это книга whose book is this whose book is this my cousins моей кузины затем вот означает что или какой но мы посмотрим по смыслу usually have tea and a sandwich обычно я пью чай и ем сэндвич да бутерброд можно тут наверное задавалась какой твой а даже так что ты ешь насчет чая с сэндвичем это обычно утренняя еда поэтому наверное на завтрак what do you usually have for breakfast что-то обычно ешь на завтрак и вот ответ сюда подходит номер шесть why это почему или зачем в ответе because i love it почему потому что я люблю это или его или ее кстати так что ж можно спросить и он чтобы нам ответил потому что я это люблю почему ты почему ты снова читаешь эту книгу или почему ты снова смотришь этот нет хотя давайте так почему ты играешь в эту компьютерную игру каждый вечер вот более наше то что часто встречается why do you play this computer game every evening так секунду так вроде нормально все why do you play this почему ты играешь в эту компьютерную игру каждый вечер because i love it потому что я люблю ее и последнее how often как часто в ответе every weekend каждые выходные каждые выходные ну например как часто ты посещаешь своих дедушку с бабушкой семерка и так еще раз напоминаю это мои ответы то есть это не может быть у всех в классе одинаковые да ответы поэтому смотрите аккуратно если кто-то из ваших одноклассников смотрит тоже мой канал лучше поменяйте там какие-то слова чтобы никто не догадался то есть главное вам понять как работать с грамматикой в данном случае да то есть у нас были вопросы соответственно мы работали с вспомогательными глаголами вот did и do то есть вам просто если что поменять вот эти глаголы которые следуют дальше то есть смысловые а грамматически оставляйте вот эти do и did в таком же виде как они сейчас и